Мир – это пластилин. Это не пластилин, это, как сейчас очень стало понятно, квантовая физика, есть психология, квантовая физика. Весь этот мир – это пустота. То есть, если мы возьмем физическую структуру мира, то он пустой. И он держится на чудом. То есть, вот эти вот молекулы, атомы, почему они все держатся и не рассыпаются? Почему они держатся именно в такой форме, а не в другой? Почему именно из сперматозоида, который попадает в яйцеклетку, появляется человек, который несет в себе данные и папы, и мамы? Чудеса, чудеса чудес. И Бог, когда в Египте выводил евреев из Египта, он показал 10 казней. 10 казней, египетских это называется, значит, он показал, что все в этом мире, нет в мире ни одного явления, которое было бы не под властью Бога. То есть, это как мы привыкли, но не может стена там двигаться. На тебе, стена двигается. Но не может вода превратиться в кровь и обратно. Может. Но не могут звери разбираться, кто там, какой национальности. Могут. Но не может такого быть, чтобы с неба падал град, а внутри был огонь, лед и огонь. Может. Может. И Бог все это под море. И вот так вот мы получили, мы получили Тору 3300 лет назад. И соблюдали заповеди. Царь Соломон, чью мудрость мы сейчас изучаем, построил первый Иерусалимский храм. Это было 2900 лет назад. Это было место, в котором было божественное присутствие явно проявлено. Прям явно было. 10 чудес в храме, где любой человек со всего мира люди приезжали. Есть известная история про царицу Савскую. И она, когда приехала, она увидела это. И она говорит царю Соломону, а я тебе задам пару загадок. Ну, задавай ему пару загадок. Видит, что он полностью, он же весь мир у него в руке. Он все знает. Она говорит, все, хочу я, говорит, от тебя ребенка, царица Савская. Погуглите, в Википедии эта история рассказана, что эфиопские цари, цари в Эфиопии, рассказывают, что они потомки царя Соломона от царицы Савская, которая приходила в Иерусалим. Да, представляете? Теперь, 2000 лет назад появился, назовем, в христианстве вначале были споры, кто это был, человек или же это был изначально, он уже был не человек. Но появился человек по имени Еушуа, его звали Еушуа, который говорил о Боге. Он говорит, я вам сейчас расскажу о Боге, вы неправильно слушаете Богу, я расскажу, как надо служить Богу. И он рассказывал, как служить Богу. Как раз вот празднуют его Рождество, но тоже не могут договориться в разных конфессиях христианских, когда именно было Рождество. Почему? Знаете, когда он родился, не было того календаря, который есть сейчас. В то время был у евреев, календарь идет по Луне. То есть, и точно известно, когда он родился, в какой месяц по лунному циклу. Но вот спорят, а какой это был месяц по Григори... Почему-то у меня все время выбивает... Сейчас, секундочку. Именно Фейсбук плохо работает, да? Наверное, из-за того, что Трамп в Америке не хочет отдавать, разбивает, да? Поэтому те, кто в Фейсбуке, я вам советую, перейдите на мой личный Инстаграм. И там, по-моему, еще ни разу не выбивало. Поэтому я специально провожу на двух каналах. Есть Фейсбук, есть Инстаграм. Хорошо, теперь, значит, Иисус рассказывал о Боди. Дальше его метод, его подход через его учеников распространился по всему миру. И через буквально лет 300 после того, как он умер, в Римской империи император, один из императоров, он стал христианином. И с тех пор он уже стал насаждать христианство по всему миру. И оно распространялось уже по всему миру из Рима, а не из Иерусалима, где как раз жил Иисус. Поэтому ничего мы сказать про это, я ничего не могу про это сказать. Я не изучал. Сам Иисус ходил в храм, он сам соблюдал шаббат, делал обрезания, выполнял все заповеди. Поэтому у него с иудаизмом не было проблем никаких. Потом уже следующие последователи, они говорят, секундочку, а как это иудаизм не признает его? И начались проблемы между христианами и евреями, между официальной частью духовенства христианского и евреями, которые говорили, нам мудрецы сказали, мы не признаем. Все. И так продолжалось долгое время. Потом появился пророк Мухаммед. Пророк Мухаммед, он говорил те же самые вещи, в которые верят мы, евреи. В того же Бога, абсолютно, Бог, в которого верят мусульмане, это тот же Бог, в которого верят евреи. Создатель мира. В Коране рассказывается, как Бог создал Адама. И в Торе рассказывается, как Бог создал Адама. А интересно еще, знаете, какая вещь? Что в христианстве и в иудаизме святые книги Библия и Тора идентичны примерно на две трети, три четверти. То есть, одни и те же святые книги, те же самые тексты, те же самые буквы, то же самое книги пророков. То есть, христианская Библия, Ветхий Завет, то, что называется. Потому что, если мы возьмем Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхий Завет, он намного больше. И это идентичная история, а в мусульманстве Коран это совершенно другой текст. То есть, текст это то, что говорил пророк Мухаммед. То есть, буквы другие, текст другой. Но суть по смыслу та же самая. Поэтому нет никаких противоречий между иудаизмом, христианством и мусульманством глобально. Просто христианство на языке, понятном европейцам, рассказали о Боди. Иисус и христианство на понятном языке для трех миллиардов людей рассказали о Боди. И мусульманство на понятном для двух миллиардов языке рассказали о Боди. Я рассказываю на русском языке, рассказываю то, что написал царь Салмон. Вот то, чем мы здесь занимаемся. Все. Царь Салмон был пророком и для мусульман, и для христиан, и для иудеев, понятное дело. Книга, которую мы изучаем, называется «Притчи». Она входит в христианскую Библию, в Тору. В Коран она не входит. Есть ее главные мудрости царя Салмона. Там в какой-то форме пересказаны по-другому, но не именно вот эта книга. Все, я надеюсь, всем понятно. Поэтому в каждой религии это как такие школы каратэ, например. Есть свои ритуалы, есть свои подходы, есть свои какие-то нюансы, свои учителя. Учителя между друг к другу относятся очень ревностно. То есть мы видим, как они даже в одной конфессии между собой ругаются. Так если уже между конфессиями, они, понятное дело, уже отрываются по полной. Но для людей, простых людей, для пользователей, нам особо нету разницы, через какой Wi-Fi подключаться к Богу. Главное, что есть Бог, Творец, Всесильный, Создатель, Создатель Мироздания. И Он един, один, и Он добрый. И все вот эти вот там какие-то нюансы извращения, их можно убрать. На 95% все религии, они христианство, мусульманство и иудаизм, они говорят об одних и тех же вещах. Все, друзья, а мы продолжаем изучать 29 главу. 29 глава, сегодня у нас последний отрывок. И последний отрывок очень даст сейчас вам такое глобальное представление о природе человека. Говорит нам царь Соломон в 29 главе Мишли, в 27 отрывке, говорит он следующее. Тоават садитим иш авэль, ве тоават раша яша ардерах. Значит, дословно переводится так. Мерзость для праведника человек... Авэль это преступник такой, который извращенец, да, извращенец, который злодей. Но злодей не просто есть, есть злодей, который человек делает зло. А есть извращенец, который зло сделал законом и... Ну, как вот Гитлер был, да, извращенец. Он просто был конкретный извращенец, который призывал и уничтожал невинных людей, детей, стариков, грабителей. Уничтожал, убивал целые, ну, представьте, народы. Захватить хотел весь мир. Гитлер. В самой же Германии меряли человеку, если вдруг родился ребенок, не дай бог, с каким-то отклонением психическим. Даже немец. Убить его вообще. Как убить? Приходят родители, они его любят. Мы сейчас видим, как общество бережно и с любовью относится к детям, к особенным детям, да, с отклонениями в развитии. Гитлер просто... Представьте, насколько это был извращенец, который убивал своих же детей, вот таких вот в Германии. У него, кстати, детей не было, и он не собирался иметь детей. Ну, то есть, это вот как раз то, что называется Авель. Вот Гитлер, он очень подходит под это определение. Говорит нам царь Самон, мерзость для праведника человек, вот такой извращенец, и мерзость для злодея, идущий прямым путем. А все в этом мире равноценно. Вот этот же злодей, для него тоже это была прямо мерзость. Эти нацисты, которые были садисты, эти, которые убивали этих детей, они получали от этого удовольствие. То есть, получается, что есть нам царь Самон показал две крайности. Есть крайность праведник, есть крайность злодей. И есть большинство людей, которые находятся в постоянных качелях между добром и злом. Между добром и злом. И вот, иногда человек может сделать зло. Я считаю, что, ну, я знаю даже по себе, что можно, не дай бог, там, кого-то обидеть. Где-то хочется больше денег заработать, там, выше цены. Ну, есть нюансы, где у каждого проходит его, его внутренняя граница, его внутренняя линия фронта между добром и злом. И, причем тут еще самое, самое удивительное, что такое добро и что такое зло, это же тоже большой вопрос. Потому что обычный человек, когда он рождается, он не знает, что такое добро и что такое зло. Поэтому крошка-сын к отцу именно пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И если этот крошка-сын, он пришел к отцу, значит, он к маме пришел. Знаете, это история про Павлика Морозова, который заложил, настучал на своего отца и отца казнили. Так там очень непростая была история. Этот отец бросил мать Павлика Морозова. И он женился на другой женщине. И он не помогал, мать бил. Этот Павлик Морозов от этого отца настрадался чисто по-человечески. И Павлик Морозов, когда узнал, что этот его отец, он биологический отец, но от которого он не видел ничего хорошего. Этот его биологический отец, он опять там что-то сделал противозаконное. Он пошел, его заложил. Но это была личная месть. Личная месть Павлика Морозова, отцу-негодяю, который его маму бил. И его отца забрали, этого Павлика Морозова, и казнили. А братья отца, они говорят, ах этот Павлик, такая скотина этот Павлик, он такое зло сделал. Он заложил своего отца-то родного. И они его убили. Убили они его, их тоже поймали, тоже убили. И дальше в какое-то в то время умный, умный в кавычках, человек, который занимался идеологией в коммунистической партии. Он говорит, а вот хороший пример, добра и зла. Давайте мы сейчас этот пример сделаем героем. И Павлика Морозова сделали героем. Теперь приходит крошка, сын к отцу пришел. В школе в городе Харьков, как я родился, да. И спросила кроха, что Павлик Морозов хорошо или Павлик Морозов плохо. И каждый отец уже в нашем поколении, в 70-е годы, 80-е, каким-то образом своему сыну или дочери объяснил поступок Павлика Морозова. Кто-то сказал, что это хорошо, кто-то сказал, что это плохо. И таким образом у каждого человека внутри сформировалась внутренняя система ценностей и убеждений, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое добро, что такое зло, что такое правильно, что такое неправильно. И есть люди, которые насмотрелись Comedy Club, и они такие некультурные. Почему-то они думают, что это некультурность, это круто. Но в приличном обществе мы таких вот некультурных людей просто удаляем и все. И нету. Не хотят общаться с некультурными. Понял? То есть вот этот вот человек, который написал некрасивую вещь, мы его просто удаляем. Просто удаляем. И он будет дальше в своем мире так общаться. И в итоге что получится? В итоге такой же, как он. Ему за то, что он ему грубо что-то скажет, набьет ему морду. А мы приличные люди, я не хочу влазить в вот эти вот выяснения. Выяснения, значит, выяснения. Понятно, да? Теперь давайте вернемся. Говорит нам царь Саламон следующая вещь. Есть люди-праведники. Кто такой праведник? Это тот, для кого зло, мерзость. То есть у него на уровне физиологии, вот есть такие люди, они прям чувствуют, где добро, где зло. И у них прямо есть вот отвращение ко злу. Я так завидую людям, которые, например, не пьют алкоголь. Я реально им завидую. Просто я думаю, какие счастливые люди. Они не пьют, им не надо. Теперь, а у меня получилось, например, что я когда-то в детстве, я не знал, что нельзя пить алкоголь. Я видел, что вокруг люди пьют. И приличные люди, и умные люди, и веселые люди. И я начал пить. Потом я понял, что пить вредно. И я каждый раз, у меня происходит борьба между тем, чтобы хочу выпить и не пить. Хочу и не пить. Понятно, да? То есть я в этом деле неправедник. Но есть люди, для кого это мерзость, например, изначально. Это праведники. То есть для них все, что зло, есть люди, которые чувствуют еду. Ну, я иногда пью. Виктория, не переживайте так. То есть мы средние. Есть люди средние. То есть они как бы в постоянной борьбе. Теперь смотрите. Но есть люди, которые чувствуют зло. Это называется праведники. И они от него прямо отталкиваются. Есть люди-злодеи, которые точно так же ненавидят добро. И вот эти вот злодеи, они очень активные. Вот представляете, например, сколько было в бывшем Советском Союзе коммунистов? Как вы думаете? Сколько было вот этих вот коммунистов, которые сделали переворот? Коммунистов было, я не знаю, там, 20-10 тысяч. 20 тысяч возьмем. А активных было тысяча. Активных было тысяча. И они сумели вообще полностью перевернуть всю страну. Злодеи, они могут, могут объединившись, сделать очень много зла. И, значит, мы просто, 27-го отрывок нам царь Соломон объяснил, как эта штука работает. Объяснил, как эта штука работает. Все. Теперь, значит, что нам делать? Каждый человек должен для себя, первое, выяснять и разобраться, что такое добро, что такое зло, что такое правильно, что такое неправильно. Нужно разобраться. Почему? Потому что каждый человек выбирает, что ему делать в следующий момент своей жизни. Есть свобода выбора. И вот человек выбирает, сделать, не сделать. Я вам сейчас расскажу одну историю про алкоголь. И она как раз очень сильно иллюстрирует вот этот вот отрывок 27-й. У меня с детства было обостренное чувство справедливости. То есть я очень ненавидел жестоких людей. Вот людей, знаете, которые кошек мучают, которые могут отрывать лапки там по одной какому-нибудь насекомому и смеяться. То есть я ненавидел жестоких людей вот с детства, сколько себя помню. И я с ними как, ну, вступал в конфликты постоянно, да. Когда били кого-то, знаете, бывает в детстве, вот сегодня это называется словом буллинг, ну, оскорбляют кого-то. Мне всегда было очень жалко таких людей, и, ну, я старался их защищать в меру своих сил. И вот я уже был взрослым спортсменом, я уже был в спортинтернате Олимпийского резерва. И там были разные спортсмены, и было два спортсмена, хорошие ребята, один борец, один грандболист. Хорошие ребята, спортсмены. И, ну, они были такие, как нормальные люди. Они качались между добром и злом, правильно, неправильно. А это были 90-е годы, и уже тогда, помните, это время бандиты появились, там, рейтинг, все такое. И как-то я иду вечером, и идет, значит, эти двое спортсмена идут, с которыми я вместе учился в спортинтернате. И идет с ними один местный преступник такой, да, вот именно такой вот из преступного мира. Ну, знаете, вот, жестокий-жестокий, такой прям, вот, то, о чем говорит в 27-м отрывке царь Соломон, мерзость для праведника, человек-извращенец. Вот такой жестокий-извращенец. И они вместе идут. И говорят, идем пить пиво, пошли с нами. А я с этими двумя ребятами дружил. Я им говорю, вы знаете, говорю, я не пойду. У меня тренировка, режим дня, мне завтра вставать рано. Но, по правде, я пошел бы с ними пить пиво, если бы не было вот этого третьего преступника, да. Он у меня вызывал отвращение. Теперь, значит, я не пошел с ними. Они пошли пить пиво. Попили они пиво, выпили пиво, там, я не знаю, что они еще пили. Там пил какой-то еще человек, который, выпивший, начал хвастаться, что у него есть деньги. Они потом пошли к нему домой пить дальше. И потом этот бандит его пытал ножом и убил его, выпытывая, где у него деньги. На Крите соседи вызвали милицию. И эти двое ребят спортсменов, и этот третий, они прыгнули с балкона. Несколько дней они были в бегах. Но их поймали, потому что тот, кого они убили, был родственник какого-то генерала милиции. Их по полной, вообще там, ну вот, максимальные сроки, максимально жесткие условия, их всех посадили по полной программе. Сломалась жизнь. Сломалась жизнь. Вот это как раз то, что бывает иногда с каждым из нас. Когда человек, у него нет такой вот жесткой системы, что такое хорошо, что такое плохо. Когда нет общения с духовными людьми. Когда нет общения с праведниками, которые были полностью... Вот, например, видите, у меня портрет. Вот, портрет у меня висит. Это был такой Любович Тиребе. Великий праведник, вообще невероятный. Вообще просто фантастический, который посвятил свою жизнь распространению Торы, распространению добра, возвращению евреев к Богу. Это был Любович Тиребе. И он после себя оставил 10 или там 20 тысяч писем. И он отвечал на каждое письмо. Я не праведник. Он праведник. Я не праведник. Я не отвечал. Он отвечал на все письма. И сохранились его письма и на русском языке. Где он каждому человеку на его жизненный вопрос, жизненная ситуация, он ему отвечает с точки зрения Торы. Его звали Любович Тиребе. Тиребе это как учитель. Но он был... Звали его Минахим Мендал Шнейрсон. Это было его имя. Минахим Мендал Шнейрсон. Но он был... Его назвали Любович Тиребе. Ему сейчас есть такая как традиция, что... Пишут как бы свой запрос, обращаются к Богу, но вкладывают... Есть такой специальный как бы ритуал у его последователей. Они обращают вопрос к Богу. Вот у человека есть какой-то вопрос. Бог, ответь мне. И открывают среди там его 10 тысяч писем, открывают какое-то письмо. И очень часто попадает, что он какому-то человеку, он уже умер много лет назад, какому-то человеку лет там 20-30 назад, он отвечал на такой же вопрос, который у тебя есть сейчас. И тебе приходит ответ, вот у меня несколько раз, я пробовал это, иногда приходили очень сильные ответы, очень сильные ответы. Еще раз повторю, это не он отвечает, это Бог все равно с каждым из нас взаимодействует. Каждый, вот есть такое называется Ашгаха Пратит, личное проведение. И значит Бог с каждым из нас беседует, просто нужно понять, что он от нас хочет. Значит на вопрос, каждое утро у меня в 10.00 мы изучаем притчи царя Соломона с 10 до 10.20 по иерусалимскому времени. Вот сегодня я чуть задержался, сейчас 10.28. С 10.00 до 10.20 мы изучаем притчи царя Соломона, это часть Торы и другие святые книги. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Некоторые верят, вот Игорь Снежко спрашивает, верят ли некоторые, что он Машех. Да, многие верят, что он был Мессия, как Мессия, но когда придет Машех, это уже будет конец этого этапа. А вот почему евреи не верят в Иисуса тоже, да? Потому что написано, когда придет Мессия, то тогда спустится с неба третий храм и наступит новая эра. Иисус пришел, новая эра не наступила. Что говорят христиане, он еще раз придет. То же самое сейчас происходит, можно сказать, похожая история. Это разные истории, конечно, но значит, когда любая честная Реба, он был жив, думали, что вот он Машех, он Мессия. Потом он ушел, он умер. И его последователи многие верят, что он не умер, что он просто ушел на некоторое время и сейчас он вернется. Но мои учителя верят, что, и я, естественно, как меня учили, мы верим, что когда Машех придет, то уже будет понятно. Вот он уже придет и уже не уйдет. То есть Мессия, когда придет, это будет знаком, что мир переходит в следующий этап своего развития, когда в этот день написано будет Ашем Ихат Ушмой Ихат. Будет Бог един и имя его едино, и все будут, уже не будет ни у кого сомнения, потому что пойдет огромный духовный свет, который проснит глаза всем. Даже самым таким вот тупым и приземленным, им вдруг станет понятно, что есть Бог. И это как раз будет во время Машеха. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Продолжение следует...